Есть товарищи, которые не могут принять и согласиться с тем, что происходит, что это доброе управление Творца, и покидают группу. Как можно помочь подняться над этим, когда это кажется невозможным? Я могу понять каждого, который говорит так, и так, и так, который злится на Творца, проклинает Творца. Я не понимаю только одного, что человек, из-за того, что он плохо ощущает, он оставляет путь. Что ему есть делать, оставляя путь? Тем самым он бежит с поля боя. Мы находимся с вами в войне. Мы находимся с вами в войне, потому что есть сила, которая разделяет между нами. И мы должны против этой силы воевать и вынудить, чтобы вместо разъединения она бы соединила нас и раскрылась бы в нас. Это наша работа. Так что значит бежать? Куда они бегут? На животный уровень? Они не согласны, что Творец сделает так. У них есть какие-то претензии, и они думают, что они правы, что они умные и так далее. Пусть произведут работу. У вас есть что делать. И этим они указывают лишь на то, насколько они глупы и слабы. Пусть уходят. Что мы можем сделать? Этим они не исправляют реальность, не изменяют ее. А только лишь указывают на свою слабость. Что мир мне подходит им. Больше нечего мне слушать. Я все сказал. Я все сказал. Я слышал уже разные претензии. Я тоже прошел эти претензии. Я тоже ощущал их в себе. Что ты думаешь, что нет во мне этих сомнений, мыслей, желаний, которые вы проходите? Тоже? Но я говорю, этого не может быть. Об этом написано. Ты можешь делать все, что ты хочешь, кроме уходить. Кроме уходить. Если ты выходишь из связи с Творцом, даже пассивный, который был до сих пор, тогда ты уже совершенно отказываешься от своего будущего, чтобы стать человеком. Субтитры создавал DimaTorzok